Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачев, добро пожаловать на мой канал. Как вы знаете, я был в Дании и объехал огромное количество самых разных мест, как вокруг Копенгагена, так и в других регионах. Сегодня я расскажу вам о соборе в Раскилле, о крепости Кронборг и о замке Фредериксборг. Все они находятся в столичной области Дании, поэтому смело используйте Копенгаген-карт для того, чтобы проехать и войти в них бесплатно. Ну а я начинаю, поехали! Также напоминаю всем, что вы можете посмотреть все мои видео по Дании в отдельном плейлисте, информация о котором сейчас появилась в правом верхнем углу вашего экрана. Раскилле – это небольшой город к западу от Копенгагена, одноименная железнодорожная станция и одноименный собор, который является самым главным во всей стране. Впервые постройка появилась в X веке в качестве деревянной церкви. Позже деревянную церковь заменили на каменную, а каменную еще позже заменили на киропичную. В нынешнем виде собор датируется 1280-м годом, но и с того момента здесь были небольшие изменения. В соборе и пристроенных к нему позже капеллах захоронены 39 датских королей и королев. Первое захоронение датируется X веком, а с момента реформации, когда Дания из католической страны стала литеранской в 1536 году, здесь захоранивают всех королей и большинство королев. С точки зрения исторической ценности и для религиозных людей этот собор обязателен для посещения, но все-таки я обычный турист. Я уважаю историю и культуру любой другой страны, в которую приезжаю, чего и вам советую. Но для туриста, как я, эта церковь не производит сильного впечатления. Я увидел ее больше туристическим объектом, а не религиозным местом, которое обязательно к посещению. В таких ситуациях обычно говорят не понравилось, но нет. Скорее это неоправданные ожидания, не материальные, а какие-то внутренние. То, что можно почувствовать, ощутить или во что можно погрузиться. В других более простых церквях Дании как-то более уютно и более комфортно. Например, в той же церкви Хольман, где крестят королевскую семью. Рекомендовать поездку в Роскилле всем я не буду, но и отговаривать тоже не буду. Это ваше решение. Как вы воспринимаете церковь? Как религиозное место или как туристическое? Замок Кронберг в Хельсингоре в первую очередь воспринимается как крепость, ведь с этой целью он и создавался. У него отлично сохранились крепостные стены и кронберг, но он неоднократно страдал из-за своего положения. Хотя, с другой стороны, крепость, созданная для обороны своего государства, и должна в первую очередь встречать врага. Здесь собирали пошлину с проходящих мимо кораблей. Потом замок Горилл, его восстанавливали. Позже шведы захватывали этот замок, а датчане его отбивали. Почти все годы своего существования этим замком владели военные, и только в 1991 году последний военный ушел из этого замка. Поэтому ожидать здесь чего-то роскошного или красивого не стоит, в первую очередь это крепость. Но его популярность на самом деле совсем в другом. Он стал прообразом замка Эльсинора в пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет». С 1816 года пьесу играет и в самом замке, что привлекает многочисленных туристов из всех стран мира. Все-таки «Гамлет» это одно из самых известных произведений, а первыми актерами в замке, кстати, были военные. Кстати, до замка не только удобно добираться на поезде, но и удобно переправляться в шведский город Хельсенборг, который находится ровно на противоположном берегу. И именно это делает место удобным для посещения теми туристами, которые путешествуют из здания в Швецию или обратно. И это еще один плюсик к популярности замка. Так что смело добавляйте замок «Гамлета» в свой маршрут путешествия. А вот замок Фредериксборг я советую посетить абсолютно каждому туристу в мире. Потому что Фредериксборг, на мой взгляд, должен занимать первую строчку в рейтинге всех туристических достопримечательностей Дании и, возможно, даже одним из самых популярных во всей Скандинавии. Город Хиллеред к северо-западу от Копенгагена. Замок, который считается одним из шедевров Скандинавии. Любопытно, что с именем Фредерикс связаны два главных события в истории замка, а не одно. Фредерик II в 1560 году заложил этот замок под названием Хиллередсхольн. Замок достраивался, обновлялся и получил свое нынешнее название уже позже при других королях. А вот другой Фредерик, уже седьмой, в холодную ночь с 16 на 17 декабря 1859 года потребовал затопить в замке камин. Хотя знал, что дымоход находится на ремонте. В результате случился большой пожар, который оставил от Фредериксборга одни руины. Замок восстановили только в 1882 году, но максимально близко к оригиналу. Кстати, когда идешь к замку и проходишь мимо многочисленных магазинчиков, создается ощущение, что сейчас перед тобой появится классическая большая очередь из людей, а внутри будет толпа туристов, которая будет только мешать. Но нет, люди непонятным мне образом рассасываются по территории замка и по нему самому, делая посещение очень комфортным. Возможно, даже во время строительства была идея создать замок таким, чтобы люди в нем не мешали друг другу и лишний раз не пересекались. Но это только моя мысль. Любопытно и другое. Одно крыло замка полностью выделено под церковь. И вот здесь увиденное впечатляет по-настоящему. По сравнению с той же церковью Раскелли, здесь мне понравилось гораздо больше. Также большие и малые рыцарские залы можно увидеть без людей. И это правда, когда ты понимаешь, что самые главные помещения в замке, самые богатые, самые красивые, наверное, самые известные, ты можешь спокойно не только сфотографировать, но и посетить один выходной день, когда понимаешь, что туристов немало. Это очень приятное ощущение. В замке огромное количество предметов прошлого, имеющих немалую ценность, а закрытые из них только единицы. И вокруг не сидят смотрительницы, а гуляющих охранников практически не видно. Это на самом деле очень приятно. Для всех туристов, конечно же, есть карты замка. И некоторые из них, кстати, даже на русском языке. Поэтому если вы боитесь чего-то не понять, или вдруг у вас не очень хорошо с английским языком, как у меня, то основную информацию о своем местонахождении и о смысле некоторых залов вы поймете из этих буклетов. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, на этом на сегодня все. Спасибо за то, что совершили небольшую прогулку по Дании. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать в комментариях, что еще интересно рассказать вам о Дании и не только. А на сегодня я с вами прощаюсь. Пока!